Еще у Реала в стартовом сочетании, но я вам скажу, мне довелось комментировать матч последний в чемпионате Мадридского Реала против Лас Пальмаса. Расстановка, вот она перед вами, Роналду Иско Хесе впереди, чуть под ними Каземиро, 13-й Блэс Матьюди, 17-й Максвелл, 19-й Серж Орье и 32-й Давид Луис. Сегодня чемпион Франции, там легионеры соперника мимо Каземиро, передача штрафной Орье, прострел нужен, какая передача отличная и не получает. И здесь Орье пасует, не получается. Парижем как раз и уместно. Максвелл, отличная передача, Златан, удар и мяч пролетает мимо ворот. Второй момент за полторы минуты, за минуту 45 создает Париж Сен-Жермен. На ворот Реала и так все легко дается, так быстро ходят мячи. Орье, Димария, удар. Ну что ж, такие слабые-то удары сегодня и Криштиану однажды пробил. И сейчас Димария неубедительно. Ну и что, у Роналду с прицелом опасно в коротком нокдауне. Да, был рикошет. Роналду попал в стенку. И 31, ну прекрасно. Снова больше 30. Удар Златана. И почти попал в угол. И на вас летел, летел, летел. И мог все равно не успеть. Вот это настоящий удар. Как же здорово крутит мяч. Ганила развернулся и устоял. Удар кросса. Угловой линия. Вот такой момент. И гол! Как проспали этот рывок. И Начо. Только что вышел на замену у Парижани. И 1-0 впереди Мадридский Реал. Прекрасный удар со средней дистанции. Рикошет. Все подумали, кроме Начо, что этот мяч уйдет на угловой. Бороться до конца в каждом эпизоде. Вот что. Вот какой вывод. Вот что мы должны запомнить после этого странного голого ворота Париж-Сан-Джермен. Но нач впереди Мадридский Реал. И Париж старается вновь на чужой половине поля. Здорово сыграл Ковани. Передача Робьев. Удар. Поворот. И штанга. Адриан Робьев. Какой удар нанес. Навес. Опасно. Выбивают мяч. Удар. Мимоворот. Много моментов. Очень много моментов создает Борис-Сан-Джермен. Соперника. Отлично сыграл Абрагимович. Хотя первым тэпом не удалось сделать передачу на Ковани. Теперь Максвелл. Навес. Удар. Как не дотягивается на мяча ни Ковани, ни Ибрагимович. Ну просто уже висят они на воротах Реала. Я и оборону Реала так узнает очень много. Угловой. На ворот Киллара Наваса. Подача. Златан. Скидка. И что? Вне игры. Ковани в офсайде. Странно, как он не забил при этом стоящему Тиаго Силва. Иско. Кесе. Отличная комбинация. Иско. Момент. Удар. Трамп. Выручает парижан. Ну вот первый настоящий игревой момент. Реала в этом тайме. По флангу очень точно на Димарию. Тот держит начи перед собой. Убирает мяч в центр. Ковани один. Ох, какая передача Ковани. Что ж ты делаешь, дорогой? Так нельзя упускать моменты. Один на один выходит Эдинсон. И не забивает. Какая красивая атака. Вдвоем. Семьдесят метров прошли с мячом. Эдинсон. Передача вперед. Опасно. Удар поворотом. И не забивает Адгель Дивари. Выхода один на один на третьей минуте. Снова парижанжер. Двадцатилетний полузащитник парижан. Ах, как здорово. Ариал играет перед штрафной. Криштиану удар. Мимо. Серьезный риск перед своей штрафной. Рикошет. Роналду. Иско. Удар. И Давид Луинс едва не забивает. Собственно и ворота. Пораньше, пораньше. Получил. Васкес. Навес. Это очень опасно. Иско. Удар. Кевин Трамп. Браво. Вратарю парижан. Второй гол Реала. Разумеется. Закрыл. Не более четверти часа играть. Нужно отстоять. Перевес. Димария. Поворотом. Удар. Начо. Бомбардиром хочет стать в этом матче. Отличная комбинация. Кросс. Удар. Трамп. Дуэль двух нет. Ну вот момент. Кросс ближний угол. Трамп ближним углом. Дистанции. И этот мяч уже почти перехватили парижане. Блокировали. Лукас. Отвлечемся. Что справится. Ну что теперь в ответ. Златан или Димария? Кто? Пробьет и забьет ли Анхель Димария? Перекладина. Да. Но сегодня парижане, конечно, могут слегка и победитель. Трудно представить теперь, чтобы Парис Энджермен набрал на 4 очка больше в последних турах. Нежели на Реал, Парижу вновь одной восьмой финала, скорее всего, достанется победитель одной из групп. Ну а Реал остается Реалом. Подсказывает что-то Лорану Блану, Криштиану, или просто говорит нечто важное. Просто так чужому тренеру не подойдешь. Начо. Поздравляем. Болельщик в Мадридском. Продолжение следует.